МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По его мнению, обилие значимых дат создало особые условия для соперничества. Турнир 35-й проводится в год 90-летия Галины Павловны Горенковой. В турнире участвовали все наши прославленные спортсменки, начиная от Алины Кабаевой и заканчивая всеми нашими омскими домороченными олимпийскими чемпионками. Это о многом говорит. Это говорит о статусе, о престиже турнира. Это говорит о том, что здесь, в Омске, действительно серьезная профессиональная школа подготовки. Половина ярких композиций при более внимательном судействе. Соревнования проходили по новым правилам, которые начнут действовать с января 2022 года. Должна быть очень артистичная, исполненная композиция. Сделали целую бригаду, которая будет оценивать именно артистику, именно музыкальное сочетание движений с музыкой, ритм, темп, чтобы все было очень красиво, чтобы все было очень музыкально. Ну, в общем, приближает нас немножко еще туда, к искусству. Омские спортсменки отлично выступили на родном ковре. Наши девушки представили новые, более сбалансированные и содержательные композиции. Сумели совместить динамику и артистизм с высокой сложностью элементов. В групповых упражнениях по программе мастеров золотые медали завоевала первая команда Омской области. Главную награду в Многобурье выиграла чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова. В мете сейчас такая более душевная музыка. Мне очень нравится это упражнение. Вчера оно неплохо получилось. Лента у меня сейчас более зажигательная, по сравнению с предыдущей. Сейчас ограниченное количество всяких бросков, вертушек и так далее. Но, тем не менее, пять рисков. И все это уместить в одной программе очень сложно. Но мы пытаемся. Еще три золота омички выиграли в отдельных упражнениях. Екатерина Пантелеева взяла верх в состязании с обручем. Алина Перфилиева отличилась в упражнениях с лентой и булавами. Лучшую композицию с мячом исполнила представительница Москвы и Ростовской области Софья Агафонова. Спортсменка тренируется под руководством Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка поделилась своим мнением и о соревновании, и о перспективах проведения турнира имени Евгении Канаевой. Я пробую девочки выступать сейчас по новым правилам, пробовать свои новые программы перед крупными соревнованиями, которые пройдут в Москве на Кубке России. Мне эту идею предложил мой тренер Илья Николаевна Райса Вера Фремна, что льбаумсы, у них есть желание провести турнир моего имени. Я, конечно, стесняюсь этого, но очень приятно. Впереди у спортсменок новые старты, турнир в Москве и отборочные соревнования в федеральных округах.